Итак, с 1 ноября 2017 года жители республики могут оценить эффективность деятельности органов исполнительной и муниципальной власти, а также направить свои обращения на интернет-ресурс «Активный гражданин». Это такая своего рода электронная книга «Жалоб и предложения». Создали ее по просьбе главы Бурятии Алексея Самбоучи Циденова, но, как считают сами разработчики, это нисколько не книга «Жалоб», а некая такая платформа для проявления гражданской активности жителей республики Бурятия. Подробнее об этом мы поговорим с Валерием Владимировичем Андроновым, председателем Комитета информационных технологий, инвентарственной главы и правительства Бурятии. Итак, «Система «Активный гражданин»» начала свою работу с 1 ноября 2017 года. Какие уже успехи есть? И почему вы не хотите считать ее электронной книгой «Жалоб»? Ну, во-первых, первое, по успехам. В настоящее время уже в данной системе зарегистрировались и работают порядка 900 граждан. То есть, это довольно показательно. На 4 недели мы понимаем, что прирост уже свыше 200 человек пользы, значит, она является востребованной. Почему все-таки это не книга жалоб и предложений? Потому что все-таки здесь реализованы блоки, где гражданин может выразить оценку, первое. Второе, безусловно, обратиться со своей проблемой, но не обязательно со своей проблемой. То есть, мы все живем на территории Республики Бурятия и с какими-то проблемами, не касаясь чисто личностного характера, мы всегда встречаемся. Это тоже есть возможность. Внести предложение, как улучшить нашу жизнь, по каким направлениям, по определенным, точнее, направлениям. И третий блок – это возможность принять участие в подготовке решения посредством, отдав свой голос за то или иное решение. Это третий блок – опросы граждан. Сейчас такой опрос идет по благоустройству территорий. И второе, опять же, по дорогам. Это важное направление. – Скажите мне, пожалуйста, за какой временной отрезок решается проблема гражданина? Вот в том случае, если он обратился в систему активных гражданин, сколько это занимает по времени? – По времени понятно, что от обращения решения проблемы, оно может быть разное. Понятно, что, допустим, если это проблема по дороге, то в зимнее время решение с тем же асфальтом требует времени. – Конечно, за секунду это не сделаешь. – Абсолютно верно, да. Но, тем не менее, мы вот сейчас отслеживаем эту ситуацию. Вот те проблемы, допустим, жилищно-коммунального хозяйства, они решаются в среднем где-то 3-4 дня. Ну, наверное, это еще очень хороший показатель, наверное, будет больше. Но, тем не менее, я вот хочу отметить, первое у нас обращение через нашу систему поступило в ЖУ-6. Они решили, ну, оперативно, то есть в течение дня они ответили гражданину, как будут решать, в какие сроки. И в течение этих сроков они решили эту проблему. И гражданин поставил свою отметку, что да, его проблема решена. Вот как бы хороший пример. – Ну, прям очень удобно на самом деле. Спасибо большое. Вот здесь мы сделаем небольшую паузу. Подробнее о системе «Активный гражданин» мы поговорим в программе «Актуальная тема». Продолжим выпуск новостей после короткой рекламы. Продолжим выпуск новостей после короткой рекламы.